Это традиция. И вырос. Похоже на многие другие маленькие, пыльные, шахтерские поселок, окруженный степью с обрагами и конусами телегонов с отвальной породой. Отец работал на шахте, в совпадное время, конечно, пил. Это мама. Она работала учителем в школе. Днем она училась чужих детей, а вечером проверяла стопки в тетради. Куплеты с синими кругами под глазами. Шевелила губами, склоняясь над исписанными красной ручкой и листами. Дополнительные деньги платили за классное руководство, поэтому я был предоставлен самому себе. После уроков не знали, чем заняться. Взбивались в команды, выскали подруги, искали приключений. А еще я книги читал, но очень на правилах читал книги. Приключения, фантастики, герои скакали в бескрайних просторах, летели в бездомном звездном небе. Это завораживало и это придавало уверенности, что где-то есть другая жизнь. Эдик приехал. Какой Эдик? Эдик. Забыла? А он, оказывается, помнит. Где он? Не знаю, где ты рядом, скоро придет. Зачем ты его позвал? Я его не злую. Это же Эдик. Не уйдет. Чертяка! Быстро набрался, я приготовиться не успел. Что ты, как ты, где ты, кто ты? Эдик в городе. Здравствуй, Эдик. Ты вернулся, мы так рады. Умышится здоровье? Где ты ходишь? Переоделась. Да, изменилась ты. В общем, зря к вами-то ушел. Ну, допустим. Да, послаем прямо туда. Вы остановитесь? А чё? Ну ничего, ну ничего, ну ничего, ну ничего, ну ничего, ну ничего. А, ладно, чё? Что у нас старое помянет нам? Да будем что вспоминать. Надо было попробовать от вас сратарник, полиган. Отчислили из института, но Эдвард, монстр. Решил во что бы то ни стало закончить высшее учебное заведение. А для этого нужно было что? Вот правильно, восстановиться в звании студента. А восстановиться он мог только с начала нового учебного года. Надо было как-то протянуть на воле, не попасть на весенний призыв. Ну, ехал бы домой. Там бы отсиделся. Повец его не там спускал. Ну, лучше бы на гость вешал в туалете. Была бы какая-то. Но Эдик, ну человек дело. Решили вырезать одиницы. У нас мы такие выкарабкивались. Смирно! Равнись! Шагом марш! Левый, левый! Раз, два, три! Левый, левый! Раз, два, три! Здрасьте, Эдик! Здравствуй, Эдик, ты вернулся! Мы так рады! Боль, боль, надо. Эдикorang медведь! Вторым номером члена вредительства он назначил руку! Слободервных просьб не смотреть. Значит, в больнице у вас или в первый курс? Нет, в последний. Первый. Слушай, я думаю, как я тебя в гроб положил. Паш, не надо. Надо. Паш, не надо. Паш, не надо. Паш, не надо. Паш, не надо. Отец мне твердил, ты, сынок, ты держись дурбой, заводской, и у тебя все по жизни будет нормально. Но мама переубедила. Поступать поехали все вместе. Я, Паша, Валера и Ира. Сколько же ты служил? Остался по контракту потом. Это-то понятно. Куда возвращаться? Ирка-то замужу из-за чего? Слушай, остался бы парни. Ты знаешь, ты сейчас здесь никто. Эдик – никто. Эдик – никто. Во! А? Скажите, какая важность? Эдик, я другими глазами смотрю. Сила воли? Я же, правда, ничего не знала. Да. А ты изменился, я тебя помню таким же. Возмужал. Ты один? Почему ты не женился? Тебе обязательно надо жениться. Встретить надо женщину сначала. А теперь под ногами плывете. Я бы обнял ее, но она вся на нитке промокла. А теперь под ногами плывете. Видишь, каким я стал? Батя наставлял. Говорит, строй, говорит, дом. Знаешь, такой, чтоб... Дом. Вот строю. Конца и края нет. Зачем? Для кого? Дома, знаешь как? Мстик пришел, а? А что только сейчас? Паша! Сын? Сын. Какие вы. Какие вы. Да счастливые. Дом был. Закрыто. Соседи сказали, что мама в многопрофильной лежала. Умерла. Умерла. Полгода. И никто не сообщил. И тут этот. С бутылкой. Через ее могилу. Мало-мало-мало-мало-мало. Слушай. Слушай. Я когда малой был, искал сиреню. Знаешь такую? С пятью лепестками. Такие маленькие лиловые звездочки. Это говорит к счастью. Я солдат. Недоношенный ребенок войны Я солдат, мама за лечимые раны Я солдат, солдат, забыве Богом страны Я герой, скажите мне Какого? Субтитры подогнал «Симон»